1460 год. Сыгнак. Ханский дворец. Человек, склонившийся перед трепещущей свечой, будто пытается разжечь в своих глазах потухший этой ночью огонь. Ему снова нужно пламя, нужен пожар, сметающий все на своем пути, чтобы утолить в нем боль и страх. Уже 30 лет от одного его взгляда и слова вот точно так же трепетали соседние страны и их правители. Он создал свое государство на руинах великого улуса Жошихана. А теперь он, грозный хан Абулхаир, впервые не знает, что делать. Силы покинули его. Этой ночью погиб его сын, его наследник Шах-будак. Его погубили те, кто не хотел признать власть потомков Шибана. Столетиями чингизиды грузутся между собой. Лишь единицы из сотен ханов и султанов погибли в бою, отмеча врага. Остальные же пали в междоусобной борьбе за власть. Вот и сейчас грядет большая смута. Он уже видел такое сам, еще юнцом взял трон силой. А теперь, спустя 30 лет, не знает, как быть, но знает, что будет. Ослепленный чувством мести хан, как пишет в своих летописях Махмуд Ибн-Вали, перебил ряд принцев из потомков Жоши и рассеял то общество в разных краях. Таким было начало конца государства Абулхаира, и так началась история казахского ханства, создатели которого, мятежные султаны Кирей и Женебек, откочевали от хана Абулхаира вместе с подвластными им племенами, чтобы создать свое государство. Точное количество поддержавших Кирея и Женебека людей неизвестно. Некоторые источники приводят данные, что их общее число могло достигать 200 тысяч человек. У потомков Урусхана, конечно, фактических прав было больше. И, соответственно, они были подняты на поверхность политической жизни. Мы же до откочевки фактически их имен не встречаем. Они были подняты в это время как именно альтернативный проект тому же Абулхаиру. Откочевка, она могла быть таким символическим шагом, именно как выражение протеста, несогласия с политикой Абулхаира. Да, у кочевников был такой способ протеста. Если тебе кто-то не нравится, собираешь свою юрту и откочевываешь. Мы это читаем в сокровенном сказании монголов, ну, стовчо. Когда кто-то недоволен, например, тимучином, он берет свою юрту и уходит, и весь его рот с ним откочевывает. Они от меня откочевали, значит, я им больше не друг. Это часто начало конфликта, который потом может закончиться серьезной войной. Основанное султанами Киреем и Женебеком ханство стало именоваться казахским. Вот что по этому поводу в своем произведении «Тарихи и Рашиди» писал историк Мухаммед Хайдар Дулати. Так как они, сперва бежав и отделившись от своего многочисленного народа, некоторое время пребывали в беспомощности и скитаниях, их прозвали казаками, и прозвище это закрепилось за ними. И именно с этого времени понятие «казах» стало объединяющим людей не только по социальному, но и по политическому признаку. Казак – это термин этот известен в 1245 году, еще в тюрко-арабском словаре Кипчакских мамлюков Египта был известен. Но тогда он не носил название этнонима, то есть наименование какого-то народа, а носил типа социальное значение. Казаками могли называть и чингизидов, лишившихся престола, лишившихся своих владений, вынужденных либо скитаться, либо наниматься на службу к каким-то другим монархам. И вот как раз по отношению к Кирею и Женебеку, именно в этом определении он и стал применяться для них. То есть они лишились своих наследных земель на территории Казахстана, ушли в ЖТСУ и вот стали там казаками. Казах значит свободный. Хорошее название для народа, ведь многие народы называют себя люди. Люди, настоящие люди, самые настоящие люди. Мы это встречаем, скажем, у многих народов Крайнего Севера. Впрочем, и у народов, которые освоили производство продовольствия тысячи лет назад, скажем, у китайцев тоже есть самоназвание люди. Хань – это люди. Многие называют себя людьми. Но кочевнику мало быть человеком. Нужно быть свободным человеком. Не случайно Чингисхан говорил, счастье мужчины – степь и свобода. А казахская пословица говорит, дороже золота для человека – свобода. Зарождающееся казахское ханство изначально занимало территорию между реками Шу и Талас. В то время это была западная часть Магалистана, правитель которого Есенбугай из династии Шагатая видел в казахских султанах союзников против Абулхаира и усилившегося на востоке ханства Уйратов. В нашем современном представлении, основанном на литературных произведениях и кинематографе, хан и Кирей Женебек предстают как степенные величавые правители. Однако, если учесть историческое время, время их возвышения, то несложно их представить в образе храбрых воинов, бойцов, настоящих батыров, которые в битвах и сражениях силой духа своими мечами завоевали право на власть во всей степи. Когда им дали якобы приют, им на самом деле дали территорию, которую нужно было отвоевать. Их кинули в эту гущу. Ну, выживут, выживут, да, а не выживут, так и бог с ними, да. Практически это 40-летие, которое Абулхаир хан властвовал в Восточном Теште-Кипчаке. Кирей и Женебек сражались с уйратами.